О, блин, опять двадцать пять. Товарищи, перед тем как перейти к основному блюду, ну, на которое вы зашли, чтобы посмотреть на канал. Вот мне хочу поделиться с вами, вот жена мне купила к чаю такую фигню, это называется трубочка. Кто жил в советские времена, помнит, что она стоила 22 копейки в школьном буфете. Эта трубочка с заварным кремом, у меня аж предвкушение. Я такую штуку не ел уже, ну, я последний раз ее ел, если честно, но это где-то в восемьдесят шестом году или восемьдесят седьмом, когда вот это, даже не восемьдесят шестом, а где-то восемьдесят пятом даже году, как раз перед передстройкой, перед передстройкой. Ой, неужели это та самая трубочка сделана по советскому ГОСТу? У меня аж руки трусятся, посмотрите, я не... Ну, на запах. Ну, пахнет вроде как бы похоже, а на вкус... Я не знаю, почем она ее купила, где она купила, но у меня такая дикая ностальгия... Два самых любимых блюда в детстве это булочка сдобная за девять копеек и вот эта заварная трубочка. Ну, всегда родители давали с собой школе двадцать две копейки, чтобы я мог купить эту радость. Сейчас за двадцать две копейки нифига не купишь. Балдеж! А теперь можно перейти к основному блюду. Ну, просто наклонюсь и вытащу ее. Да зачем мне тряпка? Я потом руки помолю. Ну, а основное блюдо у нас сегодня будет сало. Мы уже все подожрали, теща передала, сало посолила. Ну, а я сейчас буду делать и показать. Я уже, по-моему, как-то рассказывал, как я ем сало, а еще раз повторюсь. И этот, это типа будет сальбургер. Ну, можно, конечно, и черный хлебушек, но у нас нет черного хлебушка. Зато у нас есть чесночные помпушки. Мы берем помпушки эти и разрезаем ножом вот так вдоль наполовину. Видите? Вот так. Помпушки, они продаются в хлебном магазине. Я потом беру, ну, я уже тут нарезал сало. И ложим. Ну, тут две сразу помпушки, я не стал делить. Вот так положили. Потом берем горчички, намазываем. Вот так. А потом, лучок у нас есть, мы режем его колечками. Раз колечко. Два колечка. И накрываем. Вот такой у нас получается. Ну, ладно. Разделю я его на две части. Вот такой у нас получается. Памбургер. Сальбургер. С горчицей, с лучком. И салом. Ну, и чесночная помпушка. На запах. Балдеж. Балдеж, а на вкус. Вкуснятина. Вот такая жил. Хочу вам сказать. Еще после этого коронавируса начал за собой наблюдать странные моменты. У меня в свое время уши подзакладывало. Когда я болел. А сейчас взял этот, как его теряю зрение, что-то в последнее время очень. Но слух начал как-то по-другому проявлять себя. И он начал наблюдать, что я слышу всякие там тонкие звуки песклявые. Сижу в маршрутке, еду и слышу, как у всех в карманах звенят ключи. Может, я это в летучую рыбу... Ой, рыбу. В летучую мышь начал превращаться после ковида. Которая стала ультразвук слышать. Жен его знает. А у жены еще и двух месяцев... Ну, где-то около два месяца прошло. Вроде опять обаяние пропало. Сегодня пропало, завтра восстановилось. И как-то избирательно звуки она не слышит. Мужик сейчас только объелся. В маршрутке услышала. Да. Вот такая фигня происходит. Ну, извините, что такое твое видео. Я вам показал, как я ем и люблю сало. С вами всего хорошего. С вами был Диа. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ты выживешь и поедешь на мусорную свалку. А ты опять... Это... несчастный случай. Ну, на мусорник опять. Домой уже ко мне не вернешься.